МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему машина оказалась на минном поле, выяснял Станислав Кухарчук. Автостанция в Артемовске. Ежедневно с оккупированной территорией сюда приезжают тысячи людей. Их уже окрестили продуктовыми туристами. Почти все ездят сюда скупаться. Анна Михайловна ждет автобус домой, в Красный Луч. Поездка сюда и обратно обходится женщине в 400 гривен, но говорит, все равно выгодно. Самопровозглашенных ЛНР и ДНР цены на продукты медикаменты втрое выше. А ей нужно лечить дочь. Ничего нет. Вот видите, сумки везем. Мы не знаем, как мы провезем через границу. Вот это сумки везем. Еще у меня там сумки. Мы не знаем, что. Ничего. Картошка 14 рублей килограмм. Масло постное. Вообще космические там цены. А вот так по утрам выглядит дорога со стороны Горловки. Километровая очередь на официальном пункте пропуска. Жители оккупированных городов едут за покупками. Украинские пограничники едва справляются, проверяя документы. После шести часов вечера проезд через линию фронта закрывается. Этот автобус возвращался из Артемовска. Попал на комендантский час. Бойцы их не пропустили. И водитель поехал в объезд. Отсюда до подконтрольной боевикам территории всего каких-то 800 метров. И вот скорее всего водитель автобуса для того, чтобы срезать путь и миновать официальные пункты пропуска, решил поехать именно по этой дороге. Машин было две. Впереди автобуса шла «Волга». Она еще как-то проехала по минному полю, а вот уже автобус наехал на противотанковую мину. В салоне было 26 пассажиров. Четверо погибли на месте. Еще 8 человек находятся в тяжелом состоянии. Елене повезло. Она сидела возле водителя. Отделалась лишь легкой контузией. Говорит, когда на блокпосту их не пропустили, многие пассажиры попросили водителя поехать через поле. Мол, домой очень хочется. Мы очень долго стояли на блокпосту. Мы простояли там 4,5 часа. И когда доехали до Майорска, уже мы опоздали на блокпост, нас не пропустили. И видно, мы возвращались, и видно, водитель решил объехать блокпост. Конечно, было ужасно страшно. Особенно после взрыва, когда темнота, этот дым непонятный, это гарь, ничего не видно. И сплошная темнота. И люди кричат, вызывают о помощи, а мы даже не видим, что это и где. С минного поля пострадавших пассажиров эвакуировали украинские военные и спасатели. Бойцы недоумевают, почему водитель решился на этот опасный объезд. Тут везде, если вы видите, тут стоит везде заграждение. Все стоит табличками выставлено, что тут мины были обнаружены. Таблички натыканы везде. Но что он поехал, и тем более уже в темное время суток сюда. Это остается загадкой. Теперь эту загадку разгадывает и донецкая милиция. Возбуждены два уголовных производства. Водитель автобуса взят под стражу. Здесь ходить запрещено. Здесь есть четко обусловленная дорога для движения, на которой стоят блокпосты для проверки. Мы боремся с этими автоперевозчиками, которые никак не могут успокоиться и стараются заработать любыми способами деньги. А очереди на пропускных пунктах с наступлением тепла только растут. И не исключено, что те, кого не пропустят через КПП, снова попытаются пересечь границу по минным полям. С надеждой авось повезет. Станислав Кухарчук, Сергей Коваль, Анатолий Воробий, телеканал Интер, Артемовск. Район Мариуполя. О том, что там происходило сегодня, знает Александр Пантелеймонов. Он находится там на месте и с нами на связи. Саша, здравствуй. Тебе слово. Расскажи, какие новости. Да, Наташа, добрый вечер. Вот сегодня с утра, когда мы работали на передовых позициях в поселке Широкино, вот буквально прямо при нас вражеский снайпер начал обстреливать позиции наших военных из снайперского оружия. Завязалась активная перестрелка и стреляли в итоге даже из пулеметов. Обстрелов из артиллерии сегодня не было, но еще вчера боевики активно вели огонь по этим позициям из минометов. И вот сегодня здесь повсюду свежие воронки и полно кругом осколков от мин. 82-я мина. Можете себе представить, что она творит с телом человека, когда попадает. И вот только ближе к обеду в Широкино приехали представители миссии ОБСЕ. К тому времени перестрелка уже закончилась. Они проинспектировали наши позиции, потом выдвинулись дальше на территорию временно оккупированную, доехали аж до российской границы. И вот по их наблюдениям сегодня в поселке Широкино была полная тишина. И во время работы в безопасность представителей ОБСЕ обеспечивали наши украинские военные. Красный Крест с ним едет с миссией ОБСЕ. Мы все для этого сделаем, чтобы они приехали беспрепятственно. Ну и вот пока на линии столкновения продолжается хрупкое затишье. Наташа. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов о Мариупольском направлении. Как прошел этот день в Донецке и Луганске? Мы говорили с местными жителями. Давайте послушаем, что они рассказали. В первую половину дня в основном был слышен игрух от орудий. Говорят, что это опять учение. Чему учатся, чему готовятся, непонятно. Проблема с молочными продукциями. На квартале Южном в магазине висит большая вывеска, что в одни руки отпускаются не больше двух пакетов молочных и кисломолочных продукции. Все, насколько все дорого, ну, в общем, просто передать не могу. Народные магазины, это на месте бывших супермаркетов. Там даже, грубо говоря, прогнившие мандарины стоят по 30, грубо говоря, гривен за килограмм. Это уже испорченная картошка, испорченная по 11 гривен килограмм. Сейчас все идет в обороте и евро, и доллары, и рубли, и гривны. Если ты покупаешь за рубли, тебе значу выдают в гривнах. Сегодня у нас работа тяжелая артилерия, практически по всему городу исходящая. Предположительно, районный репортал у нас принимают рубли уже в магазинах. Причем в некоторых магазинах уже выставлены цены и в рублях, и в гривнях. Соотношение один к двум. Сейчас моя основная цель – где-то достать лекарства для мамы и где-то найти на них деньги. Одно из них стоит полторы тысячи, когда раньше стоило 96 гривен. Боевая подготовка на передовой. Как используют наши военные относительные затишья? Из Луганской области Ярослав Кречко. Это учение в прямом смысле слова на передовой. Отсюда до позиции террористов каких-то 3 километра. Поэтому и вооружение здесь соответствующее – до 100 миллиметров. Юрий осваивает новый для себя миномет. Со 120-кой он на «ты» сейчас привыкает к Васильку. Единственная разница – шумины больше. Ну а так, в принципе, по времени, ну и уже как-то сноровка больше. Ну а это как бы, скажем, троянский конь, которого еще надо объездить. Железные кони, которых оседлали эти ребята – самоходные арт-установки. Но согласно минским договоренностям, от линии фронта они отведены. Сейчас упражняются на гранатометах. Каждый на этом полигоне, как говорят военные, стрелянный. На передовой они уже почти полгода. Боец с позывным «Покемон» – пулеметчик. Но знает, как обращаться с АГС, РПГ и не только. Война научила. Второго шанса может не быть. Если ты не умеешь, а тебе надо стрелять. То есть это жизнь, это наша, это моя жизнь, жизнь боевых товарищей. Жизнь, говорят военные, зависит не только от навыков, но еще и от постоянной практики. Для российских танков у наших военных есть еще и такие сюрпризы – противотанковые ракетные установки. Это если боевики пойдут в атаку. А вот самая мощная здесь пушка – Д-44. Цифры – это год начала производства оружия. Прошлое столетие. Все, на чем тренируются военные, еще с советских времен. И хоть оружие на передовой не самое современное, зато боевой дух на высоте. Ярослав Кречко, Андрей Костюк и Николай Терещенко. Подробности – телеканал «Интер» Луганская область. И снова суд, и снова предсказуемое решение. Что сегодня услышала Надежда Савченко в басманном суде Москвы, и как на это реагируют ее адвокаты. Подробнее наш САПКОР в России. Данил Русаков. Опять басманный суд, председательствующий Карпов и украинская пленница. Кутается в теплый платок, заметно, что сильно похудела, но держится и на здоровье не жалуется. Все по-прежнему, даже кабинет на втором этаже тот же. На этот раз защитники подали жалобу на объединение двух уголовных дел в одно. Надежду Савченко обвиняют в убийствах и незаконном пересечении госграницы. Но торжество Фемиды оказалось вполне ожидаемым. По словам адвокатов, уголовное дело люди в погонах ведут с ошибками. В записях значится 356-я статья. Это применение запрещенных средств и методов ведения войны. Обвинения по нему Савченко то ли выдвинули, то ли не выдвинули. Сотрудники главного управления Следственного комитета вспоминали долго. Потом заявили, все это техническая ошибка. Повторяю, нет такого термина в процессуальной терминологии. Да, значит, в уголовном процессуальном законе техническая ошибка. Либо вы с нарушениями принимаете процессуальный документ, либо нет. Поэтому и вывод отсюда. Либо отменять его, либо не отменять. В басманный суд на скандальное заседание пришли даже представители шведского и немецкого посольства. Но за тем, что такое басманное правосудие они могли наблюдать лично. Дякую, следящее, в первый раз. Для нас здравый раз, окон. Судье Карпову, защитники Савченко, заявили отвод. Но после долгих размышлений самим собой он решил его отклонить тоже. Все остается по-прежнему, по крайней мере, до 13 мая. Надежда Савченко и дальше будет пребывать в заключении. Сезон матросская тишина. Голодать, как минимум, до изменения меры пресечения. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Погоня со стрельбой в центре Киева. Раненый киевлянин и милиционер. За кем гнались и почему, знает Ирина Романова. Улица дорогих бусюков Городецкого. Самый центр Киева. Рядом с Майданом Незалежности. В обед здесь вдруг началась стрельба. По одной из версий из этой арки вышел мужчина. В него выстрелили из авто, которое проезжало мимо. Ранили в ногу и стали удирать. Вышел, смотрю, стреляют, бегают с пистолетами. Подробности охранники модных магазинов не рассказывают. Чуть больше знает парковщик Сергей. Я видел, как эта машина спускалась вверх. И видел, транспортер перегорожил на ту сторону переезд. И затримал эту машину. И они останавливаются, вылетают с байками, начинают стрелять. Мужчину с огнестрельным ранением бедра сразу же увезли в больницу. Во время задержания пострадал и милиционер. Его сбила машина. Злоумышленников поймали. Но не всех. Парочка в масках пересела в другой автомобиль и выехал на Крещатик. По дороге их обстреляли. Догнали только возле Бессарабского рынка. Он там сбил машину. Вот тут меня. Там машина, вон, планка взлетела. Он же против потока машины ехал. Это, видно, наркоманы же не сображали. Бед Крещатик рухался по туару. Там бабушка сидит с сигаретами. Бабушку не сбил. Машину там такси стояло. Машину он трошки пошкодил. Значит, выехал на двор, двор были закрыты. За ним бегали трое людей, которые были по стеклах. Пытались его затримать. Положили на свадьбу, вытягивали из машины. Задержанных доставили в Соломинский райотдел милиции. В главке говорят, их выслеживали целый месяц. После того, как к ним обратился столичный бизнесмен. Жалобой на похищение, вымогательство 140 тысяч долларов. Его незаконно утримывали особи другой страны. При этом катывали, били. И поставили на счетчик. Пропонували нашему потерпелому. И змушали его сбывать фальшивые гроши. Это суммы такие довольно большие. Двоих членов банды, которые организовали похищение бизнесмена, милиция задержала два дня назад. Сегодня еще четверых. В их автомобиле обнаружили пистолеты, гранаты, наркотики и большую сумму денег. Им инкриминируют похищение людей, изгодовление фальшивых денег и незаконное обращение с оружием. Ирина Романова, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. Ультиматум или выгодное предложение. Генштаб Украины дал добровольческому корпусу правый сектор время для размышления. Вступить в ряды нацгвардии или вооруженных сил Украины. Срок истекает. Что предлагают одни и на какие условия готовы идти вторые. Разбиралась Ольга Рыцарь. Эти бойцы сейчас в основном находятся возле села Пески Донецкой области. Их позиции есть также возле Широкина, в Мариупольском направлении. Добровольцы правого сектора и УН единственные остались неподконтрольные госструктурам. Предложение Генштаба вступить в ряды нацгвардии или вооруженных сил Украины бойцы на передовой восприняли как попытку вытеснить их из зоны АТО. Правый сектор не звук на передовых, оставить побратимы, с которыми мы воюем плечо плечо. Никто в нас, патриотов, националистов, не забирал права защищать свою землю. Генштаби говорят, никакого приказа нет. И никто их не вытесняет из АТО. Это просто предложение на взаимовыгодных условиях. Украинской армии патриотические воины, а взамен бойцам правого сектора соцгарантии и новое вооружение. Никаким образом, никакой языком не говорится о каких-то ультиматумах. Это абсолютно прагматичный подход. Всем важно действовать, действовать под единым командованием. Правый сектор взял паузу, чтобы подумать. Но там уже точно уверены, в Нацгвардию не пойдут принципиально. Она подконтрольна МВД. А там, говорят, нет реформ, иллюстрации. И выдвигают свои условия. Мы хотим быть единой структурной единицей в составе Министерства обороны, либо СБУ. А нам предлагают, что вы, значит, просто распускайте корпус и идите через военкомат и записывайтесь в вооруженные силы. Что для нас абсолютно неприемлемо. Потому что корпус это уже слаженная единица, да? Они хотят новое оружие и координацию между батальонами. И в то же время абсолютную независимость. Но это противоречит закону, считает военный эксперт. Их нужно ввести в правое поле жестко и отъединить от партийной структуры правый сектор. Потому что они не могут подкрытись в партийной структуре. А если относительно логики, как раз говорить, боевые, как раз загадоченности, выполняют задачи, если они будут действовать под партийной структурой, то это будет дезорганизовать всю систему деятельности армии. Генштаб условия правого сектора не принимает. Время для раздумий истекает уже завтра. Но что будут предпринимать в случае, если правый сектор отклонит предложение, в генштабе пока не говорят. Ольга Рыцарь, Александр Пантелеймонов, Евгений Каминский. Подробности, телеканал Интер. Сенаторы оказывают давление на Обаму. Кажется, скоро в политической рите Вашингтона не останется человека, выступающего против предоставления Украины летального оружия. Но президент продолжает молчать. А вот российские политики готовы давать оружие сепаратистам. Правда, на этот раз не тем, что на Донбассе. Кому, расскажет Дмитрий Еловский из Вашингтона. Сначала конгрессмены, а теперь и сенаторы. На Капитолийском холме завидное единство по вопросу военной помощи Украине. С тем, чтобы все-таки начать поставки Киеву летального оружия, а также сделать Украину приоритетным партнером вне блока НАТО, это, похоже, согласно уже почти все, и республиканцы, и демократы. Накануне Сенат единогласно принял резолюцию, которая стала очередным призывом к президенту Обаме ускорить передачу оборонного смертельного и несмертельного оружия. Над этим документом работали два сенатора, Шахин и Джонсон. К слову, представители двух разных партий, но вот поэтому вопрос у них полная единодушия. Вот только администрация президента Америки продолжает хранить молчание, сомневаться и просчитывать риски. По словам сенаторов, медлить уже нельзя, учитывая обострение ситуации в Мариуполе. Напомню, что с аналогичным призывом на этой же неделе выступила и другая палата американского парламента, это палата представителей. В то время как Обама продолжает думать над поставками оружия Украине, для некоторых чеченских политиков все уже решено. Но, правда, тут речь идет о поставках оружия из Чечни в Мексику. Да, в Мексику. Спикер чеченского парламента за словом в карман не полез и предложил вооружить мексиканских сепаратистов, ну, чтобы те воевали исконно мексиканские земли у американцев. По мнению Дукуваха Абдурахману, а такими регионами являются Калифорния, Нью-Мексика, Аризона, Невада, Юта, Кларада, ну и немножко штата Вайоминг. Спикер считает, что это будет такой адекватный ответ на поставки оружия из Америки в Украину. Вот только спросить мнение федерального центра Москвы Абдурахманов, похоже, как-то забыл. Его слова сегодня пришлось комментировать пресс-секретарю Пескову, который сказал, что Чечня поставлять оружие сама по себе, ну, просто не может. А если вдруг начнет, то это будет явное нарушение закона. Что касается самих американцев, то они, похоже, слова ретивого чеченского политика, ну, как-то пропустили мимо ушей. Реагировать на такие угрозы тут просто не хотят. Дмитрий Иловский, Илья Романюк, подробности, Американское бюро телеканала Интер. Ну, а в Киеве продолжается битва компроматов и громких дел между столичной и генеральной прокуратурой. Тень увольнения теперь нависла над заместителем генпрокурора. Чем это может закончиться и кому это выгодно? Елена Зорина подробнее. Похоже, увольнять кого-то или отстранять под покровом ночи в Украине становится модным. На этот раз кадровые перетурбации коснулись генпрокуратуры. В опалу попали замглавы этого ведомства и еще трое следователей. Начальник и заместитель другого управления, а еще следователь. Вот кто составил компанию Алексею Боганцу. Замгенпрокурора вместе со всеми отстранены. Сейчас проводится служебное расследование. По какому поводу, не уточняется. Раньше Боганец заявлял о давлении на него. Сегодня от комментариев отказался. По телефону нам сообщил в отпуске. Но сколько будет длиться отдых и рассчитывает ли вернуться в прежнее кресло, не уточнил. С прошлой недели Боганец в эпицентре скандала. Его оппонентом стал вот этот человек, теперь уже уволенный прокурор Киева. Сергея Юлдашева заподозрили в крышевании, проституции игорного бизнеса. И начали уголовное производство. А сам он увидел руку Боганца в этом деле. И заявил, это не он, а сын замгенпрокурора покрывает игорный бизнес. И против Боганца-младшего тоже работника прокуратуры начали уголовное производство. А в день, когда предъявили подозрение, самого Юлдашева люстрировали. Сегодня он комментариев также не дает у него в день рождения. Причин для вот таких прокурорских разборок немало, говорит бывший генпрокурор Святослав Пескун. То ли следователи что-то не поделили, то ли политики. А может и вовсе эта игра в пользу кого-то третьего. Кадры, наверное, подбирались прежним руководством Генеральной прокуратуры не по их деловым качествам, а по личной преданности, либо за какую-то мзду, которую кому-то где-то заплатили. Может быть, что подбирается своя команда, которая будет беспрекословно выполнять указания руководителей. Пескун уверен, отстраненным увольнения не избежать. Но кто займет их место? Политологи прогнозировать не берутся. Лица, к примеру, могут быть новыми из регионов, те, кто хорошо проявил себя на службе. Ну и увольнение в силовых ведомствах прогнозируют на этом не закончится. Влада делает такие достаточно показовые, гучные кроки по борьбе с коррупцией. Понятно, что когда в условиях отсутствия позитива в экономическом плане, ну, доводится играть на публику, используя подобные методы. Наступными могут быть и Министерство внутренних справ, и Служба безопасности Украины. Кадровые перестановки возможны уже в ближайшее время. Но вот вопрос, кто следующий, и будет ли продолжена война компроматов, и снова на поверхности окажутся о грехе тех или иных участников этой войны. Елена Зорина, Максим Чеблин, подробности телеканал Интер. А еще Генеральная прокуратура начала расследование заявлений о нецелевом использовании 7,5 миллиардов гривен из государственного бюджета. Об их хищении по итогам проверок заявлял глава Госфинансовой инспекции Николай Гордиенко, отстраненной сейчас от должности Гордиенко, уверял, я процитирую, «коррупционные схемы в Украине возглавляет лично премьер Арсений Яценюк». И вот сегодня Виктор Шокин подтвердил подробностям, что, получив официальное обращение от главы парламента, Генпрокуратура открыла уголовное производство. Пока по факту, хотя глава ведомства не исключает, что в будущем дело может быть и против конкретных должностных лиц. Генпрокурор уверяет, что в этом расследовании не будет неприкасаемых. Мы внесли до РДР криминальное проведение за фактами зловживания высокопосадовцами Кабинета Министров Украины, что привело до тяжких наскольких. Я имею в виду, что было очень много вкладываний этих денег. Я имел беседу с этим вопросом с паном Яценюком. Он согласился давать любые показы из этих вопросов, наводить свои думки, свои доказы. И мы надеемся, что будем предоставить с ним общаться, объяснять буквально все нюансы этих вопросов. На жаль, людина есть людина, и, возможно, есть такие факты, сколько таких злочиней в Кабинете Министров Украины. Все детали этого расследования, а также судьба миллиардов, вывезенных из страны окружением Януковича, в эксклюзивном интервью генерального прокурора в это воскресенье ровно в 8 вечера в подробностях недели. Европа обеспокоена тем, что Украина не спешит проводить реформы. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил депутат Европарламента Ландсбергис. По его словам, европейцев смущает медленный ход реформ и недостаточная борьба с коррупцией. Если такие страны, как Литва, Польша, Латвия и Эстония будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится, то другие члены ЕС могут потерять терпение. У Киева есть время до июня. Европа ждет реформ и от Греции. Об этом подробнее Татьяна Лагунова. Утром реформы, вечером деньги. Страны еврозоны отказались выделить Греции более миллиарда евро. Эти деньги Афины запросили у Европейского фонда финансовой стабильности несколько недель назад. Греческое правительство утверждало, что имеет на них полное право. Мол, в прошлом месяце, когда страна возвращала фонду неиспользованные средства для спасения банковской системы, она по ошибке переплатила. Но европейцы посовещались и отказали, мол, нет правовых оснований. А деньги Греция получит только после предоставления плана реформ. Ждать Брюссель готов недолго. Уже на следующей неделе правительство Греции должно рассказать Евротройке, как оно намерено реформировать страну. Об этом на днях в Берлине договорились Алексис Ципрос и Ангела Меркель. Если план реформ будет убедительным, Евросоюз выделит финансовую помощь. Если нет, Греции грозит банкротство. По оценкам экспертов, деньги у греков закончатся в середине апреля. И сегодня же Германия ратифицировала соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Против были только представители фракции «Левый» в Бундестаге, но это не повлияло на решение. На заседании присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел Штайнмайер, и украинская делегация во главе со спикером Верховной Рады Гройсманом. Он поблагодарил за поддержку нашей страны, а общаясь с журналистами прокомментировал последние парламентские события в Украине и судьбу коалиции. Какие бы они сложными не были. Оставлено за фракцией Народного фронта согласно коалиционному соглашению. Осенью Украину могут ждать новые парламентские выборы. Причина – распри внутри правящей коалиции. Такой прогноз сделал председатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в Одессе. Там он посетил областной госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. Пациентам пообещал, что его партия будет в судебном порядке добиваться отмены законов, по которым пенсионерам не предусмотрена индексация их денежных пособий, а инвалидам войны отменены льготы на оплату коммунальных послуг и получение бесплатных лекарств. Тянищинская пенсия, которая сегодня есть, она не может обеспечить им нормальное существование. Лишили льгот ветеранов войны. На самом деле для бюджета это небольшие деньги, а для этих людей это вся жизнь. Поэтому, конечно, надо возвращать льготы. Сегодняшняя власть, сегодняшние руководители, хоть бы раз пришли, посмотрели, поговорили с ветеранами войны, послушали их нужды, а потом бы принимали эти драконовские законы, которые выбросили этих людей за черту бедности. Ну и сегодня стало известно о том, что вода подорожает уже с 1 мая. Так решили в Нацкомиссии по энергетике и регулированию коммунальных услуг. Повышение будет радикальным, радикально разным для всех водоканалов. Их поделили на три группы. В первые тарифы поднимут от 14 до 100%. В нее входят те предприятия, для которых цены на воду и водоотвод не поднимали с 2008 года. Во второй группе рост тарифов составит в среднем 12%. Эти водоканалы брали валютные кредиты на свое развитие. Теперь в ценах будет заложена компенсация этих займов. И третья группа будет лишь компенсировать рост цен на электроэнергию. Подорожание в этой категории до 8%. Больше всего тарифы вырастут в Бердичеве и Глухове. Меньше всего в Одессе и Кривом Роге. С апреля в Украине снова начнут строить стену на границе с Россией. Часть денег пограничники получили уже на этой неделе. Сколько получили, сколько уже построили и на чем хотят сэкономить. Лидия Калинина подробнее. Так о проекте «Стена» премьер говорил полгода назад. Тогда первые несколько метров сетчатого забора возле пункта пропуска Гоптовка, это в Харьковской области, ему давали проверить на прочность. Ну, уже есть прогресс. Эта сетка по задумке должна защитить от контрабандистов и нелегалов. Кроме нее, на границе роют противотанковые рвы, строят вышки и равняют дороги для патрулей. Пока готово только 4 километра ограждения из запланированных более 2000. Изначально на проект хотели потратить баснословную сумму – 8 миллиардов гривен. Сегодня заявляют, удалось сократить расходы до 4 миллиардов. Отмывались от облаштования системы, так называемого забора, будем говорить с понимаемой мовой, сигнализационной системы вдоволь всего украинско-российского кордона. Сигнализационная система будет облаштовывать столько вокруг пунктов пропуска и на тех участках, где это больше необходимо. На заводе, где делают самоограждение, все время подчеркивали, польза будет только в том случае, если на сетке установят сигнализацию, а именно на ней и решили сэкономить. Сработала сигнализация. Оперативная группа, или как называется, у пограничников, она должна в установленные сроки нормативы прибыть на место и осмотреть. То ли просто заблудился человек, то ли животное попало туда. Кроме того, она, скорее всего, должна быть снабжена системами видеонаблюдения, тепловизорами. Получается, что на тех участках, где не установят сигнализацию и видеонаблюдение, сетка будет защищать границу лишь от животных. Но пересматривать саму идею проекта никто пока не собирается. Первые 10 миллионов для строительства пограничники уже получили. С апреля обещают возобновить работы. Начнут с Харьковской и Луганской областей. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область. Какова судьба экс-руководителей госслужбы по чрезвычайным ситуациям? Задержанных вчера прямо на заседании Кабмина в прямом эфире пока неизвестно. Ни в МВД, ни в ГПУ информации не дают. По данным наших источников, Сергей Бачковский и Василий Стоицкий находятся в изолеателе временного содержания. И весь сегодняшний день их допрашивали. Но подозрения пока не вручили. Напомню, офицеров обвиняют в создании коррупционных схем при закупке горючего для нужд госслужбы за бюджетные деньги. Ну и на обвинения главы МВД Авакова Игорь Швайка и Андрей Мохник сегодня ответили сначала на своих фейсбук страницах, а затем и в интервью. Вчера Арсен Аваков заявил, что его ведомство расследует коррупционные схемы, которые действовали в Минагропролитике и Министерстве экологии, когда их возглавляли Свободовцы, Швайка и Мохник. Сейчас министры из предыдущего правительства Иценюка не занимают никаких должностей. То, что о них именно теперь вспомнил глава МВД, Свободовцы объясняют местью за вчерашний пикет под Кабмином, где они требовали расследовать коррупцию в самом правительстве. Готовы нести ответственность за каждое наше сказанное слово, за каждый подпис в каждом документе и за каждую деятельность, которая была выполнена во время нашего управления Министерством аграрной политики и экологии. Что я требую от Авакова? Пройти співбесіду и розмову на детекторі брехні. Прощайте, дешёвая Барселона, Милан і Неаполь. Почему от нас уходят визеер і особенности диалога Минкультом музейщиков і циркачей? Об этом чуть позже. Оставайтесь з нами. Сразу две области, Харьковскую і Днепропетровскую, посетил сегодня Пётр Порошенко і лично представив нового главу Днепропетровської областної администрації. Об этом подробній Наталья Грищенко. В Харьков президент прибыл около 11 часов. Лично присутствовал на выпуске курсантов Нацгвардії, проінспектировал услови їх жизни, вручил награды преподавателям, побывавшим в зоне АТО. И сделал важное заявление. Украина готова отвезти танки от линии размежевания, чтобы избежать обстрелов танками противника. Россия должна обеспечить режим прекращения огня, а бойовики освободить заложников. Около 400 человек. Много говорил і о проблемах переселенців. Потреба створити умови, щоб тимчасово переміщення особи, які ми маємо на сьогоднішній день майже мільйон, мали важливість безпечно повернутися до своїх домівок. І мене їх доля хвилює надзвичайно. Але там має бути український прапор, там має бути український суверенітет, там має бути український захист прав людини, там має бути робота, там має бути безпеки. Після Харькова-Дніпропетровськ Порошенко поблагодарив жителів за проявленний патриотизм і жісткий отпор сепаратистам і предложив собравшимся вместе исполнить гимн України. Заверив, кадрові переміни в обласному руководстві ніяк не повлияють на стабільну ситуацію в регіоні. Поблагодарив бувшого губернатора Ігоря Коломойського за проділенну роботу, але подчеркнув. Кандидатуру на пост нового губернатора рассматривали дуже тщательно, признався президент. Почему назначен именно Валентин Резниченко? Он родился і вирос тут, в Дніпропетровській області, а личні качіства позволяють йому доверіть таку відповідальність, вчитає Порошенко. Наша главна задача – суверенітет, територіальна цілісность і незавісність України. Я обіщаю, Дніпропетровщина буде захищена. При новому главі адміністрації і ми будемо йому допомагати в цьому, щоб була приємственность власть. Вовремя общення з журналистами Порошенко обозначив основні задачи, які сейчас стоять перед властью. Сохранення спокійства і безопасності і стабільність в економіці. В пресс-конференції сам визит були недолгими. Президент торопився в Київ. Наталья Греченка, Евгений Куденцов, телеканал «Интер», Харьков, Дніпропетровськ. Взрыв в Запорожье. Устройство сработало в половине второго ночі у бокового входа в здание обладміністрації. Именно там, на первом этаже, знаходиться штаб самообороны. Очевидцы говорят, взрыв был мощный, но повреждения незначительные. Вибито стекло во входных дверях. Никто, к счастью, не пострадал. У милиции ночной инцидент расценили как особо злостное хулиганство. Самообороновцы считают, что это вызов правоохранителям. Ещё одно ночное происшествие. В Волынской области посреди села Промень прямо на сельскую улицу упал самолёт. Старенький кукурюзник снёс забор и крышу одного из домов. Пилот погиб. Из жителей села никто не пострадал. Вместо аварии усыпано сигаретами. Очевидно, пилот направлялся в Польшу, чтобы подзаработать. Как рассказали местные жители, раньше старенький Ан-2 использовали в хозяйстве, распыляли удобрения. Потом он долго стоял на ремонте и теперь ему, видимо, нашли новое применение. После падения кукурузника на линии электропередач в посёлке Перебои со светом. И новую, шокирующую версию падения Аэробиса-320, летевшего из Барселоны в Дюссельдорф, озвучил марсельский госпрокурор после экспертизы одного из чёрных ящиков. О том, что он рассказал, подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Перед пресс-конференцией марсельский прокурор Брис Робин набирает в лёгкие побольше воздуха. У него неприятные новости. Авиакатастрофа в Альпах была умышленной. Пока самая вероятная версия, штурман самолёта специально, специально отказался открыть дверь кабины капитану корабля. Тот факт, что была нажата кнопка снижения высоты, по неизвестным нам причинам, говорит об умышленном желании разбить самолёт. Версия шокирующая. Известно, что перед аварией капитан вышел в салон, но вернуться в кабину уже не смог. Штурман закрылся изнутри. На записях чёрного ящика отчётливо было слышно, как разъярённый командир стучится в дверь кабины и пытается её открыть. Уже за считанные секунды самолёт столкнётся с землёй, а магнитофон запишет дыхание человека, который находился за штурвалом и, собственно, направил судно вниз. А штурма неизвестно мало. 28-летний Андреас Гюнтер Любец из немецкого городка Монтабур лицензию пилота получил в 2013-м, год спустя стал работать в German Wings. У него 600 часов практики в небе, из них 100 на аэробусе. По словам соседей и друзей, вполне миролюбивый парень. Мог управлять самолётом и самостоятельно, уверяют руководители German Wings. На жизнь не жаловался, в странностях замечен не был. Но психологи говорят, не каждый вид депрессий можно определить сразу. Это должна быть какая-то очень серьёзная травма или образа человека, которая не хочет просто пойти с жизни сама, а ещё каким-то образом сделать беду или отместить кому-то в такой трагичный способ. Впрочем, эксперты сомневаются, что в частной компании, для которой имидж и безопасность всё странное поведение штурмана могло остаться незамеченным. Профессия пилота весьма амбициозная, а где много амбиций, там немало душевных мук и терзаний. Один из самых знаменитых лётчиков Антуан Сент-Экзюпери по одной из версий тоже покончил с собой за штурвалом самолёта. Правда, немецкий штурм Андреас любит, если действительно хотел свести счёты с жизнью, решил это сделать в компании всех пассажиров и экипажа. Почему пытаются понять местные полицейские? Утром они начали обыск в доме пилота, а европейские авиакомпании собираются ввести новое правило полётов, чтобы ни при каких условиях в кабине пилота не мог остаться только один человек. София Гордиенко, Василий Тружковский, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Прощайте, дешёвые авиабилеты. Единственная лоукост-компания в Украине Визеер сокращает рейсы и в половину городов летать больше не будет. Почему, кому это на руку и во сколько обойдётся пассажирам такой уход? Екатерина Лысенко подробнее. Ну, я чаще летаю направлением в Германию, но пользовался Визеерами направления из Германии, например, в Аликанте, в Испанию. То есть, достаточно удобные были рейсы. Сергей летает Визеером последние 12 лет. Сегодня узнал, рейсы сократят. Теперь, говорит, придётся как минимум переплачивать другим авиакомпаниям. Некомфортно, но придётся платить как минимум в два раза дороже. В среднем 40, минимально 40% дешевле, чем другие авиакомпании. Визеер – это единственная лоукост-компания, которая работает в Украине. Сегодня авиаперевозчик выполняет 16 рейсов. С 20 апреля будет только 8. В Будапешт, Лондон, Кёльн, Дортмунд, Гамбург, Катавица, Ларна, Куймюнхен. Закрываются маршруты в Барселону, Валенсию, Кутаиси, Москву, Милан, Неаполь, Венецию. Для аэропорта Киев это огромная потеря. Там Визеер – основной перевозчик. Половина всех рейсов выполняет лоукост. Да и оставшиеся рейсы будет обслуживать неукраинское представительство компании. Из 150 с лишним рейсов, запланированных на апрель, больше 90 рейсов планируется отменить. С 20 апреля уже Визеер Украины не будет выполнять рейсы, будет выполнять рейсы Визеер Венгрия. Пассажирам теперь предлагают компенсировать потери. Вот целый список, в данный момент пока 20 человек, которых нужно обозвонить и уведомить о том, что рейсы выполняться не будут. Будем предлагать возврат стоимости билетов, либо же те, кто желает, могут вылететь до 19 числа. В своем официальном сообщении Визеер дипломатично пояснил уход «Война и нестабильность гривни». За ситуацию с авиаперевозчиком одни меняют премьера, другие госавиаслужбу. Эксперты же говорят, ведомство просто не создало условий для лоукоста. К примеру, когда одним авиакомпаниям дают новое направление, другим нет. Визеер еще в прошлом году неоднократно предупреждал, что госавиаслужба вот этими новыми правилами, которые они пытались ввести, квотирование на внутреннем рынке, они просто разрушают рынок. У лоукостеров, таких как Визеер, у них главный принцип максимальная загрузка. Предупреждали, ну сделайте, чиновники, хоть что-нибудь. Никто ничего не делал, ну, нет. Взяли, развернулись и хлопнули дверью. Выходец из МАУ стал главой госавиаслужбы, которая внедрила такие правила игры на рынке. Международные авиалинии основной игрок на рынке авиауслуг. Бывший топ-менеджер компании МАУ сейчас глава госавиаслужбы. Уход главного конкурента, Визеера, чиновник поясняет так. Первым уходит с рынка тот, который рассчитан на сегмент средний и ниже среднего. Сегодня глава госавиаслужбы был в парламенте на заседании антикоррупционного комитета. После его отчета у депутатов одни вопросы. Я почти уверен, что в данный момент происходит монополизация рынка. После сообщения господина Антонюка мы приняли решение о том, что мы направляем письмо, запросы к премьер-министру, к министру инфраструктуры, а также будем подключать международных экспертов, которые смогут нам сказать, что же происходит у нас. Действительно происходит монополизация рынка ли? Почему мы до сих пор не подписываем договор об открытом небе? Цена на авиабилеты главный показатель разницы между двумя основными авиаперевозчиками. Вот сегодняшняя цена в Барселону, к примеру, на 29 марта у Визеера и международных авиалиний Украины. Разница в три раза. Визеер – это был гравец, де-факто, гравец номер два на рынке. Самая конкуренция с Визеером переважно была главным стримовательным фактором для МАУ. Звычайно, они ориентывались один на одного для того, чтобы фиксировать цены. После того, как Визеер занял значительную количество маршрутов, МАУ получил возможность поднимать цены на свои переверзания. Впрочем, надежда на то, что Лоукост не уйдет, есть. Министерство инфраструктуры будет разговаривать с Визеером и думать, чем государство может помочь. А заодно чиновники обещают ускорить подписание договора о свободном небе. Тогда, возможно, и другие бюджетные авиалинии придут в Украину. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Олег Неведомский, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Как сохранить свободу слова и одновременно обеспечить информационную безопасность? Над этим думают в Министерстве информационной политики. Там создали экспертный совет, журналисты, медиа-юристы, а также представители комитетов нацбезопасности и свободы слова. Должны разработать пакет документов и уже через полтора месяца представить их на общественное обсуждение. Цирк, музей и Минкульт пишут письма друг другу и руководству страны выражаются и резко и сдержанно, если получается. О трудностях культурного перевода подробнее Татьяна Овенникова. Это письмо появилось вчера и сразу разразился скандал. Украинские и международные эксперты-музейщики просят президента уволить министра культуры Вячеслава Кириленко. Авторы коллективного письма говорят, он чиновник активный и за сто дней на должности отбросил развитие культуры в стране на десять лет назад. Реформы свернул, музейщиков не слышит, мол, очень занят, охотится на ведьм, уволил директоров крупнейших заповедников-музеев Пирогова нацмузея истории Софии Киевской и без конкурса назначил своих людей. Не можно делать так любым друзьям все, а всему суспильству, экспертному средовищу обиценки, декларации про реформу. Очевидно, что заявленная люстрация мала бы декого стосоваться, не называть никого персонально. В Минкульте тоже умеют писать письма кратко, зато культурно. Чиновники ответили музейщикам. Все обвинения клевета, реформы проводят, в правдивость письма не верят, а подписантов вообще не знают. Или они музейщики времен Януковича. И прикрываясь авторитетом ЮНЕСКО, пытаются вернуться. Мы поехали за подробностями в Минкульт. Министр Кириленко времени на интервью не нашел. Вместо него ответил первый зам. Нас удивлял подобный лист, тем более так называемая аргументация подобная. Он выглядит как фейковый. Законодавство не предназначено призначение на конкурсные основы критики заповедников музеев. Разборки начались из-за новых людей в креслах директоров крупных музеев. Один из них ИО в музее заповедники София Киевская, Неля Куковальская, подписавшие письмо эксперты против нее. Куковальская против них. Отстраненный директор Елена Сердюк рассказывает и показывает видео, как ее некультурно увольняло Министерство культуры. Призначенный генеральный директор с так так называемой общественностью взорвали замки на моем кабинете, открыли его и начали снимать на камеру все, что есть в кабинете, одновременно открывая все замки. Я до теперь не знаю, что произошло, оскільки ни письмово, ни ускоро не было поинформовано. Ну а сегодня ко всему добавился еще и одесский цирк. Там тоже должностные разборки. Оба директора и уволены, и назначены Минкультом, считают себя настоящими. Ну а работники цирка говорят, им ни разу не смешно. Когда директор имел неосторожность с речь с бронхитом всего на неделю, тогда его и уволили. Да еще и по факсу. А Минкультовский далек от цирка, да и на работу ходит с охраной. Это цирк, цирк, нельзя такое допускать культуре. Культура это будущее. Без будущего нет жизни. А нет жизни. Нет жизни. И все. В Одесском цирке назревает бунт против Минкультовского начальника. А письмо протест музейщиков против министра Кириленко уже на столе у руководства страны. И культурный конфликт, похоже, только разгорается. Татьяна Авинникова, Сергей Ведмить, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Кровавые подробности убийства Колобка, королевские корни Камбербетчи и чем нам обернется завтрашний астероид. Об этом мы не только в нашем обзоре. Есть ли жизнь после 27 марта? Пользователи активно сеют панику в соцсетях. Завтра возле Земли пролетит огромный астероид. Мол, если его орбита пересечется с нашей, последствия будут катастрофическими. Цунами, землетрясения и изменение климата. Нам удалось связаться с профессором Биллом Нейпером, который сотрудничает с НАСА. В эксклюзивном комментарии он успокоил, никакой угрозы нет, астероид будет от Земли очень далеко. А ложные слухи, вероятно, вызвало чье-то неверное цитирование сообщения Аэрокосмического агентства. Королевские корники ношного Шерлока Бенедикт Камбербэтч оказался троюродным братом Ричарда Третьего, правда, через 16 поколений. Выяснилось это после того, как ученые установили личность короля, чьи останки в 2012 нашли под парковкой города Лестер. Сегодня монарха перезахоронили в местном соборе. Камбербэтч, как родственник Ричарда, прочитал на торжественной церемонии поэму. У британских букмекеров кипит работа, принимают ставки на имя, пол, рост и вес будущего наследника престола. Большинство не сомневаются, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон родится девочка. Среди имен в лидерах Алиса, Элизабет и Шарлотта. Любители азарта ставят даже на цвет платье, в котором герцогиня впервые покажется после родов. Считают, оно будет синее. Второй ребенок у королевской четы должен появиться на свет в конце апреля. Осторожно, дюймовочка. Это и еще пару десятков других популярных детских книг, изъятые из Иркутской библиотеки из-за своей вредоносности. В такой список попал, например, и Карлсон, который формирует неуважение к родителям. Приключение Тома Сойера может вызвать у детей желание побродяжничать, а в Колобке жестокая сцена убийства. Кто издал такой указ непонятно. Доложил о запрете советник российского президента, но в Минобразовании области ничего об этом не знают. Подробности Юэй это наш сайт, информация там обновляется постоянно. Я прощаюсь с вами до завтра, хорошего вам вечера и доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин